Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе, как вы уже просили неоднократно в личной переписке, я сегодня делаю фильм и несколько подробно вам расскажу о применении нестандартных, нетиповых крючков для вязания всевозможных наших приманок для нахлыста. Как вы видите, вот здесь находятся все крючки, которые не нахлыстовые, но приманки изумительно вяжутся, довольно-таки удобно работать и ничем не отличаются от тех приманок, которые я, допустим, изготавливаю на стандартных типовых крючках, которые есть специально для нахлыста. Давайте теперь рассмотрим. Вот, допустим, я очень часто использую для вязания эти фирмы, озвучивать не буду, чтобы не было это рекламой. Как вы видите, форма имеет определенное такое положение, граб-шримп, как его называют у нас в нахлысте, то есть, личинку повторяющую. Но, с расчетом того, что не всегда можно все приобрести, мои походы по магазину, я наткнулся вот на такую вот серию крючков. Это корейское производство Корея, но фасует, как говорится, это все или в России, или у нас на Украине. Значит, по форме они абсолютно немножко не подходят, но, учитывая вот загиб, который имеется у крючка, сейчас я давайте сделаю камеру чуть-чуть поближе для вас, значит, форма изгиб вот самого крючка уже позволяет, невзирая на то, что колечко не загнуто, можно спокойно уже работать и имитировать, разное есть, и немножко прямое, и немножко загнутое вверх. И вот, допустим, крючок, который, который вот у меня здесь, вот он почти один к одному Тимка 200Р, или же, который есть у фирмы Страйк, это вот крючки, которые Хоппер, такие же, но цена на два порядка ниже. И, учитывая то, что, допустим, здесь есть небольшие конструктивные отличия, я о них вам потом расскажу, то есть зубчик для удержания, допустим, червя или другой приманки, в этом крючке получается так, что от колечка до середины цевья круглая, а дальше идет как расплющенная. Абсолютно не влияет на качество изготовления, поэтому, вот я вам покажу, я изготавливал на несколько меньшем, вот крючке, абсолютно вот это псевдотенкара, достаточно хорошо работает, и рыба, как говорится, реагирует достаточно одинаково, что на том крючке, что на этом крючке, поэтому здесь сложностей для вязания нет, наоборот, максимум удобств. Давайте теперь мы с вами приступим к самому вязанию. Я, опять же, по вашей просьбе повторю имитацию ручейника, вы уже потом зададите вопросы, на что я не успел вам ответить. Вот у меня имеется внизу, как вы видите, два варианта, связанных вот таких ручейника, с разным телом, и спинка, понятное дело, тоже разная, так как это тоже тело, но более подробно я расскажу, потому что многие тупо его копируют, но не знают особенностей самой идеи. Вот я изготовил на этом же крючке, который я вам показывал, весь смысл в чем? Когда ручейник идет уже к линьке, его называют эмиджером, но с эмиджером, как эмиджером, навряд ли он что-либо имеет общее, так как он находится в толще воды, он еще не добрался до камыша, до камешек для линьки. Я добавляю небольшой хвостик, и вместо вот тех лапок, которые у него вылупились уже, я добавляю перо, обыкновенное вот такое вот перо, которое у нас остается пуховое, петушиное. Можно индюка, можно, допустим, любой другой птицы, которая, ну вот иногда я использую, также остаются у меня перья древесной утки, я использую вот это перо древесной утки, которая абсолютно перо CDC повторяет. Ну, скажу честно, немножко хуже, чем перо CDC, но на уловистость не влияет. И как вы видите, вот сама задумка, это то, что я вот увлажнил, оно все вот так слипается, и полностью повторяет ту личинку, которая у нас уже готова произвести линьку. Давайте мы с вами свяжем, и я уже потом в процессе изготовления вам буду рассказывать, что мы делаем. Я взял такой же крючок, который мы с вами рассматривали выше, огрузил его свинцовой проволокой, но огрузил немножко необычно, то есть, если вы смогли бы заметить, здесь несколько толще, идет утолщение ближе уже к формированию грудки, так как у настоящего ручейника. И в хвостовой части несколько тоньше. Прокатал, я рассказывал неоднократно. Вот у меня есть, друг мне изготовил вот такой валик, который мы вместе сконструировали, из пальца грузового автомобиля, поршневой группы. И я спокойно прокатываю, даже иногда латунную проволоку, если мне в этом есть необходимость. Если у вас нет, можно спокойно по столу, как господин Тяпки неоднократно показывал, спокойно прокатать вот зажигалкой, гильзой, чем угодно, любым предметом. Ну и теперь давайте мы конкретно приступим. Учитывая то, что тело у меня будет выполнено из, опять же, я не буду нарушать своих правил. Вот когда-то это была штора, я ее часть распустил, и у меня образовалась вот такая нитка, которая, это и вискоза, не поймешь, и больше, конечно, ближе, конечно, к вискозе. Но вот этот блеск, и то, что хорошо намокает, и лохматость, которая при распускании у меня получилась, хорошо влияет на тело. Ну, лучше, конечно, если у вас есть антрон, не плавающий, но вот такого оттенка, ближе к фосфору, желтому, используйте его. Можно даббингом. Вот у меня имеются всевозможные вот такие наборы. Можно выполнить с помощью даббинга. Давайте теперь приступим. Для удобства я поставлю крючок в удобное положение, переведу нить к месту крепления. Нитка должна быть белая, я повторюсь, для того, чтобы не проявлялось мое тело. И теперь нам необходимо вот из вот этой пуховой части взять щепоточку, буквально вот такую небольшую. Примеряем наш хвостик, перекладываем в другую руку, удерживаем пальцами и притяжной петлей подхватим его. Посмотрели, устраивает? Вполне устраивает. Это подхватим сильно, не стараемся здесь его закрепить, но у загиба выбираем то место, где должно у нас закончиться тело. Вот я остановился приблизительно вот так. Мне этого вполне достаточно. Учитывая то, что чередуются коричневые или же черные полоски вместе с желтым, я подготовил полосочку вот такой вот ширины. Это боди стрейч, которые продаются в наборах. И теперь мы здесь закрепим нашу резинку. Следим за тем, чтобы была соблюдена симметрия. Немножечко в натяжечку. Следим за тем, чтобы мы не налезли сильно на наш хвостик. Оставляем. Берем, ну, честно скажу, много сильно длинного не берите, но на вот такой крючок порядка 30 сантиметров нитки вполне будет достаточно. А отрезаем. Теперь закрепим здесь же и сразу стараемся закрепить нашу нить, подравнивая тело, придаем форму близкую к цилиндрической. В природе, конечно, он несколько сплющен у нас. Если есть возможность, пожалуйста, добавьте по бокам немножко свинца и форма будет у нас уже несколько сплющенная. Ну, я подравняю тело и дальше мы потом с вами продолжим. мы с вами как вы видите уже подравняли тело достаточно такое приемлемое и достаточно банально просто изготавливать вот с этим переплетением. Я беру нить и стараюсь ее сразу выравнивать, учитывая то, что здесь одна у меня прядь, а не две или три, с двумя тремя прядями работать крайне некомфортно, потому что зачастую вот в таких положениях она начинает в самый неподходящий момент подкручиваешь ее, не подкручиваешь, она начинает разъезжаться. Вот мы сделали сколько нам необходимо для того, чтобы заполнить вот эту площадочку по телу. Оборотов 3, 5, 8, 10, это все зависит от толщины вашей нитки. Берем, следим за тем, чтобы находилась наша пленка по центру и левой рукой я вот делаю один вот такой оборот и удерживаю резинку и нитку сразу. И теперь также чисто эстетически смотрим сколько нам 2 оборота выполнить или же 3 оборота выполнить. Переводим обратно на тело и выполним 3, там 4, сами решите сколько оборотов. и эта операция у нас повторяется до того места, где мы с вами должны уже изготавливать зачатки наших лапок при линьке, то есть грудки. Принцип, друзья мои, понятен. я дальше это закончу, чтобы не тратить время и потом продолжим. Должна получаться у нас вот такая картинка. Как вы видите, мы уже с вами изготовили вот такую спинку, мы ее с вами наклоним, чтобы вам было лучше видно, потом поставим. Вот она должна выйти вот приблизительно вот такая. Поставили крючок в удобное для нас положение, так как теперь у нас достаточно серьезная работа. Мы будем с вами имитировать уже зачатки наших лапок, крыльев и опять же усы. Я, как вы видите, уже несколько шире на порядок закрепил другую пленку из этой же серии Body Stretch. Можно использовать и другую, потому что у меня, допустим, бывали в наборах разные вот, и такие есть, чисто белая болотная, и вот такие есть, ну, я подбираю конкретно уже по ширине той грудки, которую я буду делать. Если ваша пленочка устраивает, пожалуйста, можете ее не срезать, как я, а вот так вот подогнуть и перевернуть ее обратно. Теперь нам понадобится с вами, вот у меня имеются всевозможные вот такие хорошие даббинги, которые имитируют ну, и перо павлина можно, и все, что угодно. Значит, нам необходимо с вами симитировать вот ту часть пузыря воздушного, который образуется в момент вылупления крылышек, лапок, усов и всего остального, который вот у нас у грудки. Значит, я немножко вначале добавляю, совсем вот чуть-чуть, использую, как всегда, я уже вам рассказывал, вот у меня кусочек вощины, если такого у вас нет, нет, вот у меня есть кусочек церковной свечки, если такого у вас нет, пожалуйста, купите вот карандаш клей, которым можно спокойно, вот я вам даже покажу, он у меня всегда во влажном, слегка вот его промокнули, не елозим по нашей нитке, и берем теперь добавляем совсем-совсем немножечко для того, чтобы мы могли ну, не сразу я так вот спланировал, можно и сразу допустим здесь же крепить, но я всегда решил вот так для себя, как вы решите, вам будет удобно, оставляем, распушить мы с вами сможем это все всегда в любое удобное время, подходим к нашему пуховому перышку, значит нам необходимо взять хорошая вот такая вот щепоточка пухового пера, я отрываю то количество, которое мне нужно, но запомнил это количество, так как у нас вот эти с вами пучочки должны быть достаточно одинаковые, примеряю по длине, они должны быть ну, слегка не доходя до хвостика, по длине быть, лишнее с расчетом крепления материала я отрезаю так как кумлевая крепежная часть, но она будет нам эти крючочки сильно мешать и креплю сбоку и назад вот должна выйти приблизительно вот такая пушистая у нас конструкция буквально пару витков не надо нам сильно здесь накручивать опять берем такую же щепоточку которую мы первый раз оторвали примеряем ее по длине лишнее опять же отрезаем значит теперь если бы у вас было перо CDC можно было бы спокойненько буквально пару-тройку щепоток но тогда нам необходимо было бы добавить лапки имитацию вот тех лапок тогда можно было спокойно взять вот у нас тоже остается вот такая часть и добавить здесь к имитации лапок вот у нас вышла вот такая как бабочка конструкция достаточно оригинальная теперь я слегка увлажняю пальцы и стараюсь мое перо увести чтобы оно мне не мешало вот как вы видите уже оно у нас достаточно не мешает и хорошо здесь у нас находится следим за тем чтобы у нас не было лохматости возле головки за счет пера так как потом неудобно будет формировать саму головку берем теперь уже окончательно вот то количество которое нам необходимо даббинга и сформируем уже нашу грудку до глазок давайте сделаем и потом продолжим вот как вы видите мы с вами изготовили вот такую грудку теперь я беру слегка опять же увлажню мой даббинг и крылышки чтобы у меня оно не лезло под нитку переворачиваем должна выйти вот такая конструкция проверяем хорошо ли ровно ли у нас ложится верхний этот чехлик и теперь аккуратненько стараемся не сильно примять буквально пару тройку оборотов перед глазками выполнили берем теперь складываем иначе выйдет недостаточно симпатичная нашу наш ластик переводим между глазками колечку и у колечка вот я уже выполняю пару тройку оборотов теперь опять же я складываю чтобы несколько пышнее сделать мою голову и опять перевожу обратно за глазки здесь уже окончательная я пару тройку хорошо с натяжкой нитки выполню фиксацию моей пленки и аккуратненько ее отрезаю опять же у нас есть усы вот у меня имеется вот такое перышко немножко необычное это все тот же фазан отрываем парочку которая нам необходима подбираем чтобы не были битые хорошие перышки и теперь уже если у нас будет разъезжаться наши усы мы их всегда можем поставить как нужно вот я взял вымеряю ну приблизительно чисто эстетически обычно у насекомого может быть и длиннее и короче это уже не столь существенно я беру так чтобы доходило до конца того хвостика который мы в самом начале с вами строили закрепил я по центру можно развести можно оставить вот в таком положении как вам будет удобно это уже не принципиально делаем пару тройку глазиком переламываю чтобы хорошо закрепился закрепилась ось пера и вот уже аккуратненько ножницами я под корешочек удаляю пирог все друзья мои у нас уже почти все готово теперь остается нам только лишь слегка его подкрасить как вы многие жаловались что я не показываю некоторых моментов просто они очевидны понятны были для меня но учитывая то что вы задаете вопросы я паузу делать не буду будем делать все вместе с вами я подготовил вот два вот таких маркера перманентных которые и коричневый и черный для чего нам необходимо вот наш чехлик и немножечко те серые наши имитации лапок которые мы с вами сделали слегка вот так подкрасить потому что оно должно быть значительно темнее ну можно черным но я обычно это делаю вот таким темно коричневым и головка сама у нас получается разных цветов но учитывая то что нитка у меня фиолетовая я подкрашиваю это черным маркером следим за тем чтобы мы наши глазки не закрасили нежелательно потому что глазки должны немножко отделяться по цвету сделали так как он спиртовой он достаточно быстро впитывается и вы неоднократно спрашивали вот обыкновенный лак фирмы HENS он у меня есть бесцветный разных цветов но в том числе и черный для удобства работы чтобы у меня не растекался мой черный лак там где мне не нужно я сперва выполняю эту операцию бесцветным лаком так как если он у меня попадет туда куда я не хотел он мне мою мушку не испортит аккуратненько без лишнего усердства выполняем берем иголку и уже здесь я нижнюю часть тоже слегка без фанатизма пропитываю он впитывается это лак клей достаточно хорошо и но желательно так чтобы действительно он впитался и хорошо хорошо проклеился вот приблизительно вам уже все понятно уже готова мушка я уберу свой бесцветный лак и по прошествии времени там 3-5-10 минут это уже как у кого какой лак я возьму и нанесу уже окончательно черным лаком процедура это может быть неоднократная поэтому мы не будем тратить времени это все понятно и потом после всего когда мы с вами изготовим вот нашего ручейника сейчас я этого делать не буду мне будет мешать мы возьмем потом иголочку и вот так вот аккуратненько вот эту вот часть мы должны слегка вот так надергать так как мы имитируем вот чтобы вы видели вот так аккуратненько все оно потом все слипнется и будут имитировать наши уже ласки вот и все друзья мои практически я ответил на все ваши вопросы за исключением только лишь я хотел показать вам крючок который вот используется флай это для мушек серия его номер вот он почти один к одному есть у гамакатсу конкретно почти такой же но у этого колечка слегка загнуто вверх что ну не всегда для меня удобно а это очень-очень хорошо крючок подходит если есть желание можно подогнуть но что самое важное вот он практически вот начиная перед глазками на эти два с половиной миллиметра два миллиметра вот само цевьё несколько длиннее это для меня очень-очень важно так как мне удобно разместить уже было мое тело я не сжимал материалы не не старался на чем-то сэкономить а вот вышел вот такой действительно настоящий тот ручейник который есть ну несколько можно пошире изготовить само тело но за счет вот этого пера который будет прилипать у нас ширина сама будет создаваться по природе так как оно есть ну я думаю вам все уже понятно остальное пожалуйста на фейсбуке или в личной почте задавайте вопросы я отвечу благодарю вас за внимание до скорых встреч до скорых встреч